Здравствуйте! В эфире Хроники Цельграда и я Елена Горенко. 120 лет назад, в этот день, 26 мая, был коронован последний император России, Николай II. Его правление стало заключительным аккордом в царствовании династии Романовых, но оно же оказалось самым ярким и переломным в истории нашей страны. В 2000 году, после продолжительных и жарких дискуссий, Николай II, его жена Александра Федоровна и пятеро детей были причислены Русской Православной Церковью к лику мучеников и почитаются сейчас как царственные страстотерпцы. Но споры вокруг личности самого Николая II, его роли в истории и, главное, решения о канонизации не утихают до сих пор. Одни считают его истинным мучеником, другие называют правителем, который привел Российскую империю к развалу. И сегодня в студии нашей программы два уважаемых историка. Петр Мальтатули и Евгений Спицын. Петр Валентинович, Евгений Юрьевич, добрый вечер. Здравствуйте. Лично для вас, личность Николая II самым, он мученик или нет? Евгений Юрьевич. Ну, я не считаю, что он мученик. Я считаю, что он был одним из исторических персонажей нашей истории, нашей страны, возглавлял государство. И, на мой взгляд, это один из самых неудачных правителей России, который начал царствовать на крови, продолжил царствовать на крови и, в конце концов, отрекшись от престола, вверг страну, пучину гражданской войны, которая строила миллионы жертв. Ну, а если по пунктам разбирать, ну, смотрите, внешняя политика, сплошные провалы. Я думаю, что мы сейчас к этому вернемся и уточним от Петра Валентиновича. Хорошо. Петра Валентинович, а для вас? Ну, для православного человека даже такой вопрос нельзя задавать. Это святой царь-мученик. Так я тоже православный. Православный. Ну, если вы православный, вы должны признавать собор русской православной церкви. Да, вы читали, значит, заключение синодальной комиссии, когда говорилось о том, что сама церковь разделяет два периода в жизни царя. Это период его правления, который... Это другое дело. Нет, это не другое дело. Это период его уже жизни после отречения от престола и мученической смены. А мы виновимся к биографии, но хотелось узнать позицию именно Петра Валентиновича. Пожалуйста, пожалуйста. Николай II прославлен сначала русской православной церковью за границей, как великомученик, и потом он прославлен нашей церковью, всей полнотой русской православной церкви. Поэтому никаких сомнений в мучениках, более того, отрицание мученичества Николая II, отрицание его мученического подвига, его мученической кончины, его святости является отступлением от православия. Серьезно? Естественно, как и признание любого, отрицание святости любого святого прославленного полнотой русской православной церкви является отпадением от православной церкви. А где это написано? Значит, вы меня обвиняете в ересе? Если вы говорите, что Николай II не святой, я вас не имею в ересе, я вас понимаю, что в этом вопросе вы отпадаете от полноты русской православной церкви. Ну, ради бога, в этом вопросе я отпаду от полноты русской православной церкви. Нет, это не я вам говорю. Это то же самое, что вы не признаете святость Серафима Саровского. Я признаю, свято Сергий Радонежский, Серафима Царовского. Более того, я вам скажу, что если вы знаете историю, то, между прочим, Сергий Радонежский с великим князем Дмитрием Донским очень долго находился в довольно натянутых отношениях. Почему? Потому что Сергий, наряду с Дионисием Суздальским, епископом, патриархом Киприаном и другими церковными иерархами, ешкался с византийскими исихастами, которые сдали Константинополь, Риму и подписали с ним Флорентийскую унию. И лишь только в конце жизни великого князя они примирились, и Сергий де-факто стал главой Русской Православной Церкви. Вы знаете, что прославлены и прославлены. Подождите, подождите. Но даже этот факт того, что Сергий Радонежский ешкался с предателями исихастами, которые сдали собственное государство Римскому престолу, а потом и туркам, не отрицает того, что Сергий Радонежский всей своей жизнью заслужил того, что его причислили к Левуэтой. А если возвращаться к Николаю, то есть этот вопрос канонизации, почему, на ваш взгляд, кажется спорным? А дело в том, что давайте смотреть. Мы же смотрим не просто на какого-то персонажа, который прожил какую-то жизнь в молитвах, свято, непогрешимо и так далее. Мы смотрим на весь период правления и главные итоги правления государственного деятеля, который на протяжении почти четверти века возглавлял Российскую империю. Я вам еще раз говорю, смотрите, любой аспект государственной деятельности царя-страстотерпца, да, и вы увидите. Внешняя политика, полные провалы. Русско-японская война, проигрыш в войне. Дальше боснийский кризис. Продули Балканы австриякам. Дальше Балканская война. Значит, проиграли эту войну и толкнули Болгарию в объятии Четвертного Союза. Дальше, ну, про Первую мировую войну я вообще молчу. Берите, например, то, что связано с революционным движением. Кто вообще заставил государя-императора подписывать вот этот вот губительный для Российской империи манифест 17 октября? Почему он сделал опору не на Победоносцева, не на того же Трепова, а сделал опору на либеральное крыло в своем правительстве, на того же Вита и Аболянского? Это же они его фактически заставили. Совершенно понятно, почему он сделал. Почему? Я вообще бы хотел сказать о том, что... Да, теперь дальше, простите, ходынка, кровь, революция пятого года, кровь, венский расстрел, кровь и так далее, и так далее. Нет, ну это вообще забавно говорить о крови, это меня всегда... Подождите, 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 подождите. Мы же здесь не соло будем делать. Подождите, подождите, подождите. Мы будем соло, нет, это монолог. Это монолог. Дайте, я так говорю. Подавление... В Полтавской губернии, в Харьковской губернии, в Кутаичской губернии, это не кровь. Мне все-таки кажется, что в канонизации учитывалось не это. Такая об этом даже была подчеркнута. Дело в том, сейчас перейдем, когда я сейчас закончу по канонизации, значит, человек, который, еще раз говорю, не понимает мученического подвига Николая II, он не понимает и искупительного великого подвига Христа. Мы можем сейчас Евгению Юрьевичу донести нашу подвигу. Ну, вообще, я совершенно не согласен. Это просто, на мой взгляд, это последствия большевистской пропаганды. Да, да, да. Конечно, самый оголтелый, самый... Почему он надеялся? Потому что на уровне тех успехов огромных, какие были достигнуты царствами Николая II, все жуткое правление большевизма, с его кровью, конституционными лагерями, с его нищетой, с его жутким 41-м годом. Да, а при царском режиме все благоденствовали, крестьяне просто от жира питались, не работали. Да, конечно. Да, да, да. У жизни уровень крестьянства был несравненно высок. Серьезно? Лучший, самый высокий уровень был Николай II. Да, а что ж тогда большевики гражданскую войну-то выиграли? А большевики выиграть гражданскую войну, потому что они обманули народ. Серьезно? Обманули народ, и Николай II был уже к тому времени убит. Вы что, историю не знаете? 130 миллионов взяли, обманули, а какие дурацкие. Не 130 миллионов, не надо говорить. А сколько? Вот когда большевистская советская власть пала, за нее никто не встал, ни один человек не стал ее защищать. Ни один. Да. Ни один райком. А когда была свернута монархия, старую Россию, люди 5 лет воевали. Серьезно? Это воевали февралисты. Да, да. Большевикане, которые свергли царя. И Детерихс не был февралистом. Скажите-ка мне, какие были воинские части монархичные? Ну-ка, давайте, расскажите. Добровольческая армия была монархической? Значит... Армия Колчака была монархической? Мы говорим сейчас о тех, кто воевал в массе. Красновцы были монархисты. В массе воевал в белой армии. Кто? Там были Дроздовский, там был Дидейкс, там был... Все февралисты. Все предали царя. Ничего, ни за чем мы... Весь высший генералитет русской армии, создатели белого движения, генерал Алексеевич. Ну, я говорю, что не Алексеевич, вы же понимаете. Так они вам создавали белое движение. Мне просто, знаете, как интересно. Мы Николаем в том, будем ли? Вот, допустим, я не очень хорошо разбираюсь в истории. Евгений Юрьевич у нас в этом деле ас. Но хочется понять, вот именно для таких, как я, вот основные причины канонизации Николая II, то есть на чем они базировались, когда это было сделано в 2000 году? Потому что Николай II принял на себя крест страдания за всю Россию, мученический крест. Да, 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 да. Евгений Юрьевич? Хорошо, ладно. Это последний раз. Давайте. Хорошо, ладно. Просто, последний раз. Если вы будете, Евгений Юрьевич, перебивать, значит, вы идите и там разговариваете о нем, ладно? Хорошо, хорошо, говорите, пожалуйста. Он принял мученический, взял крест и со всей семьей он зашел ради России на Екатеринбургскую Голгуфу. Человек, который не понимает, православный человек, это понимает, неправославный человек это не понимает. И поэтому сегодня Николай II еще является очень важнейшей фигурой. Потому что это государственный деятель, который провел огромное количество реформ, при котором происходило народосбережение и рост на население на 55 миллионов человек, а не народоуничтожение, как было потом. Николай II человек, который отдавал полностью себя России, и самое главное, это тот человек, который ставил веру во Христа, православную веру, выше всего остального. А вы с ним знакомы были? Он вам об этом сам говорил? И поэтому, конечно, Николай II вызывает ярость у людей, которые придерживаются совершенно другой системы координат. Каких? Люди, которые считают, что величие состоит в том, что можно убить миллионы людей, сотни тысяч людей ради достижения построения заводов, фабрик. Поэтому это все понятно. Вот сегодня Николай II ненавидит, и повторяя всю старую ложь о Хадынке, таких Хадынок было сотни у всех разных правителей, начиная от королевы Виктории, заканчивая любым сегодняшним днем, любая катастрофа может приписать Хадынке. А можно привести пример? Вот. 9 января, мы отлично знаем, что такое 9 января, да, это первая оранжевая революция, это провокация, направленная против царя, за которой стояли, кстати говоря, очень многие представители. Вообще, крах Российской империи, крах Российской империи определяется разложением элиты. Так как кто? От падением элиты от Бога и предательством этой элиты царя. А вопросик можно? Вопросик можно? А большевики какое отношение имеют к краху Российской империи? Расскажите. Большевики, это такое же продолжение февральского начала. Подождите, подождите, я говорю вам вопрос конкретно, какое отношение большевики имеет к краху Российской Отвечая, большевики занимались разложением Российской империи, вели революционную агитацию и пропаганду в Российской империи. Тысяча человек на всю Россию, ну не смешите, и большей части жила за границей. Вы что, не знаете? Это вы пропаганда. Дзержинский. Что, они что, были за границей, что ли? Серьезно? Да вообще-то Сталин в Туруханской ссылке был. Сталин был в Туруханской ссылке. Да, и Светлов там был. Но это в России Туруханской ссылке. Нет, он не год там был. Он тут постоянно странно бегал. Да, 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 да. Потому что Сталин в Туруханской ссылке его временное правительство освободило. Возвращаясь к государю. И Держинский под тюрьмом сидел. Это они разлагали в тюрьму. Мы должны понимать, что сегодня вот это вот неумение даже спокойно говорить о нем. Это вы о ком говорите? Есть последствия того, что сейчас стоит вопрос. Либо мы придерживаемся, для нас ценность русской полуостровная цивилизация, в которой есть Николай II. Либо мы идем по вот этим кошмарным вариантам СССР 2.0, СССР 2.3 и так далее, которые нас придут в новую пропасть. Петр, а мне не значит, что интересно. А я прошу прощения. А, да, пожалуйста, извините. Я хотел просто уточнить такой момент. А почему, например, из всех практически царей, которые у нас были, был канонизирован только Николай II? Ведь, например, есть еще Александр, который был убит. Потому что Николай II и вся его семья приняли мученическую кончину. Они были изуверски убиты. Убиты они были адептами зла. Убиты они были страшным образом, точно как, неизвестно до сих пор. А отцанки царя-то нашли? Нет? И убийство святой царской семьи, оно знаменало собой уничтожение России. То есть, по большому счету, Александр II ведь тоже был убит. Вот эти сами адепты зла, которые были народовольцами. Которые потом убили Николая II. Александр II был убит. Я просто хочу понять. Нет, это большая разница. Александр II был убит, как государственный деятель, был убит бомбой. Не отреченный, кстати, от престола. И церковь, есть церковь, которая решает. Это же решают не частные, не мы там с Евгением Юрьевичем решаем. Павел Викторовичем, решает церковь. Вопросик. А останки царской семьи нашли? Вы мне вопросик задаете? Да. Ну, если вы отлично знаете, если вы знаете. Нет, нашли, скажите. Я вижу, что Евгений Юрьевич, какая-то своя точка зрения. Да, не с точкой, я сейчас его поймаю. А какое-то отношение? Ну, вы говорите, царя убили. А чем подтвержден акт его убийства? Вы знаете? Справка о смерти есть? Останки царские нашли? Нет, ну, во-первых, я вам скажу просто по-другому. Подождите, я вам вопрос задаю. Скажите, да или нет? А при чем, месье-то? Вы можете ответить на мой вопрос? Останки царские нашли? Нет, это не останки царской семьи. Вот, я о чем и говорю. Вот сам товарищ Петр Валентинович обратился даже, по-моему, к президенту и заявил о том, что те останки, которые похоронены в Петропавловском соборе... Потом нашли в Ганиной яме? Да, это не останки царской семьи. К президенту я не обращался. Теперь, ну, вы написали там обращение, я сказал, по-моему, может, я ошибаюсь. То есть, дело не в этом. То есть, человек признает, что те останки, которые нашли под Екатеринбургом, они царю не принадлежат. Останков вообще нету. То есть, царь не погиб? Как был убит царь, мы вообще не знаем. У нас только есть сказки там каких-то, причем из трех участников расстрела, каждый из них... Каждый из них, подожди, 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 вы сразу не знаете, мы сейчас узнаем. Каждый из них причисляет к себе, значит, убийство лично Николая Второго. То есть, Евгений Юрьевич, царь куда делся? Подождите, я сейчас выпью литр водки, напишу, что я, гуляя по мосту Большому Каменному, встретил выдающегося государственного деятеля Немцова в объятиях проститутки. Меня это возмутило. Я его убил. Потом, через сто лет, значит, историки раскопают, скажут, мать честная, а Немцова-то убили не чеченцы, а какой-то Спицын. Вот есть его письмо. Понимаете? Не надо терять такого уровня источником. Значит, послушайте меня внимательно. Да, послушайте. Я знаю вашу диссертацию, я читал ее. Причем диссертацию? Нам хотелось бы тоже услышать. Причем диссертацию? Притом. Есть такое понятие, как юридическое, да? Я имею криминалистическое. Дело в том, что даже если нет трупа, есть доказательства убийства. И следует Соколов провел большое расследование. Было расследование. Были найдены очлененные части тела, были найдены костные массы. Так подождите, вы же сказали, что вы же не признаете сами, что это царские останки. Причем есть останки, которые похоронены в Петербургской крепости. И по ним есть большие вопросы. Так, а еще какие останки? Есть? А вот видите, вы не знаете. Ну какие? А есть останки, найденные следствием Соколовым. А где же они хранятся? Они были вывезены за границу. И до сих пор часть из них, она вернулась к нам. Но останки не вернулись, потому что они были похищены во время Второй мировой войны. Серьезно? Вот это да. Кто их похитил? С какой целью? Вы, мы вам сейчас про это рассказываем? Мне это интересно. Нет, ну я вам расскажу на досуге. Нет, ну вы еще расскажите. Нет, я сейчас не буду. Мы возвращаемся к Николаю Второму. Это не имеет никакого отношения вообще к канонизации, да? Потому что канонизация, она происходит независимо. Есть мощи, нет мощи. Огромное количество мощей не обретено. Но это абсолютно не повод для того, чтобы человека не канонизировать. Потому что я уже не говорю о первом мучениках, которые сгорели. Ну вот смотрите, вот этот вопрос, да, канонизации Николая Второго, он ведь до сих пор нас всех почему-то очень тревожит. Вот мы с вами соберемся. Никого он тревожит. Ну посмотрите, нам есть что в следить. А может людей, которые не любят Николая Второго, меня не тревожат. Подожди, 90% православного народа это не тревожит. Ну смотрите, может быть проблема в том, что мы испытываем чувство вины за то, что произошло тогда. Похоже, что Евгений Юрьевич испытывал чувство вины. А почему я должен испытывать чувство вины за то, что я не совершил. Я говорю про тех людей, про православных людей, которые, по идее, понимают, что они живут по западам, они понимают, что это плохо, да, и мы чувствуем вину за то, что произошло с царем. Это некая попытка как-то компенсировать. Расцерковление нации, вы не забывайте, что Шолдинарская была виновата православного народа. Священный Сенот-то что ж тогда не выступил против незаконного отречения императора? Вот смотрите, вот так вот нас пытаются всегда увести от темы к оттенку. Причем есть священность, поступок священного Сенота. Как это причем? Притом, его можно оценить, этот поступок. Подождите, хорошо, что патриарх Тихон, дальше питерский митрополит Викентий, дальше крутицкий митрополит Петр, который потом после смерти Тихона стал местоблестителем патриаршего престола и многие другие, они не признавали святость государя. Более того, Тихон сам, послушайте, сам говорил, что он лично знал государя-императора и считал, что своей частной и государственной жизнью и работой он не заслужил. Это вы перепутали, это был не Тихон, а Антоний Храповицкий. Нет, это Тихон был, это почитайте, пожалуйста, есть специальные исследования. Целый ряд руководителей тогдашней русской православной церкви, которая правила церковь в 20-е годы, они не признавали Николая Святого. Сейчас со стороны вас идет попытка сейчас уже опротестовать решение собора. Да нет, зачем, я не беру на себя такие. Таким образом, раз, вот, поэтому говорить об этом, я думаю, о канонизации совершенно более того. А мы не говорили о канонизации, мы-то хотели поговорить о правлении Николая Второго. Мы отвечаем на те вопросы, которые говорят, что... А вы все на канонизацию. Я на канонизацию? Я не претендую на права русской православной церкви. Теперь что говорилось по провалам? Николай Второй, как раз это была фигура, которая вообще, на мой взгляд, это был один исключительный государственный деятель, потому что именно он одним из самых первых увидел важность продвижения России на восток. Выход к незамерзающим портам, выход в Желтое море. Это все крупнейшие государственные деятели, включая и ученые, включая Менделеева, широко приветствовали. А при чем тут это? Николай Второй... Анна Васильевна, ничего не делала, а Мурайев Англоский. Николай Второй против Николая Второго объединялся. И вообще, Николай Второй, Россия вышла в начале века как уже одна из ведущих энергетических держав. Именно поэтому против нее было устроено все эти английские провокации с использованием забастовок. Именно поэтому была сделана революция пятого года. А то есть все были хорошо... Именно поэтому и в Первой мировой войне, когда стало ясно, что Россия выиграет войну и станет державой номер один... Да, либералы... Именно поэтому либерально и масонствующая структура и часть элиты, она совершила страшное предательство... Правильно, абсолютно. Как муки в банке перегрызлись, и результат... Ну то есть деятельность Николая Второго как именно правителя вы оцениваете исключительно с положительной точки зрения, потому что... И те же, про Хладынку, 9 января, 20-50 раз уже были... Есть реальные вещи, которые на самом деле были достигнуты в то время? Уже были 20 раз, были уже все опровергнуты, уже были сказаны, уже были доказательства. Чего опровергнуты? Значит, все время это мутят, это вытаскивают. Да, да, да. Понимаете, это говорит после того, как были проняты моря крови Лениным, Сталином. А, серьезно? Говорит про 9 января. Трагедия? Трагедия. Да. Трагедия. Но она была трагедией следствий. Специально провокации устроены, когда рабочих же подставили. Ведь первые выстрелы были не войска стреляли... Правильно, я согласен с вами. А, и стреляли, да, стреляли, убили городового. Да, и убивали солдат. Да, но только вы не забывайте, что 8 января за день до Кровавого Воскресения. Не за день, а вечером поздно. Ну, неважно. Огромная ванна. Приехал святополк Мирский. Да, святополк Мирский, доложил царю. И что сделал царь? Он остался в царском хиле. Правильно, а потому что он получил какую информацию? Ожидается забастовка 120 тысяч рабочих. А он делегацию не мог принять в том же царском хиле? А почему он не должен принимать? Он же написал, что он хозяин земли. Во-первых, не об этой делегации речи не шло. Серьезно, да? Во-вторых, ему сообщили то, что ожидается забастовка. Когда на следующий день произошли те кровавые события, которые ему не сообщили, что надвигается такая толпа, известна его запись. Страшный день, войска стреляли по этим самым. Были сразу отправлены в отставку все ответственные за 9 января. Поэтому смешно. Потом. А кто? 50 тысяч рублей были выделены на тех, кто спал жертвой этой провокации. О чем говорить? О чем? О чем говорить? Как можно говорить о каких-то там кровавых вещах? Подожди, подожди, подожди. Когда... Значит, Сталин с Лениным несут ответственность за кровь, а Николай Второй над святой. Или ни за что не несет ответственность? То есть? Давайте покажите мне, пожалуйста, указание Ленина о расстреле Николая Второго. Пойдите, пожалуйста, в РГАСПИ, откройте, пожалуйста, там фонд Сталина, откройте фонд ЦК, посмотрите подписи Сталина по первой категории крестьян о расстреле. По какой первой категории? О расстреле. Да не надо рассказывать, вы даже не знаете, что это за документы. За отличные, я знаю, что это за документы. Это вы даже не знаете, о чем речь идет. Возьмите письмо Ленина о расстреле духовенства. Пойдите, посмотрите. Евгений Ильич, а мне значит, что... А расстрелили за нее? Это про Николая Второго или про Ленина все-таки со Сталиным? Если возвращаться к Николаю Второму. Вот смотрите, в современном обществе есть какое-то разделение, на самом деле, что одни считают его мучеником, а другие говорят, да, был слабый царь. Почему вот это разделение? Или сознательно вот говорят. Почему вот это разделение? На основании чего оно основано? Значит, меня туда обвиняет Бог знает в чем? И в ереси там, и в том, что я ненавижу царя и так далее. Я абсолютно спокойно отношусь к Николаю Второму. У меня нету к нему ни ненависти, ни восхищения. У меня вообще ни к одним историческим персонажам нету вот такого образования. Вы их очень хорошо просто знаете. Я их изучаю исключительно как историк. Значит, я вижу и достижения царской России в период управления, и провалы. И считаю, что провалов было значительно больше. Достижения были же? Были, конечно. Я же их не отрицаю. Та же Столыпинская аграрная реформа – это один из провалов царской политики. И не случайно многие историки совершенно справедливо называют Столыпина отцом русской революции. Евгений Ильич, ну а плюс это в чем? Теперь дальше. Вот плюс. Вот прям хочется знать. Ну я сейчас не буду... Минус это мы все же перечислили. Да, по поводу, например, экономического развития страны. Да, я согласен, что были высокие темпы экономического роста. Но они перемежевывались, в том числе с периодом стагнации и периодом экономического кризиса 1900-1903 годов. Но при этом, послушайте, ну при этом, например, вот эта реформа ВИТЭ золотовалютная, они мало кто знает на самом деле, что она собой представляла. Ее все время в таких радужных тонах рисуют. Но даже тогдашние современники ВИТЭ, тот же генерал Нич Володов, тот же экономист Шарапов, они показали, что фактически ВИТЭ что сделал? Он этой реформы превратил Россию в полуколонию ведущих европейских держав. Понимаете? Ну это легенда, повторяется из-за этого. У нас, подождите, у нас резко была ограничена несенная деятельность Госбанка. У нас элементарно не хватало денежного оборота в стране. Хотя золотой запас. Да, послушайте, и при этом были открыты вот такие ворота иностранному капиталу. Да, которые абсолютно... У нас из десяти крупнейших банков только один Волжско-Вятский банк был с русским капиталом. Вот и все. И когда Сталин в кратком курсе ЦК ВКБ сказал, что октябрь 17-го года освободил Россию от порабощения с западным олигархатом, он был абсолютно прав, назвав Россию полуколонией западных держав. Вот мы пришли. Вот это есть. Сталин всегда... Я хотела обратиться немножко к другому. Это уже не во всем был прав. Я вам еще раз говорю. Это есть. Мы наступим на итоги правления. Сталин был в чем-то неправ. Согласен. Николай Второй тоже в чем-то неправ. Евгений Юрьевич. А теперь смотрим итоги страны правления. Две минуты осталось до конца. Да, и что из другого? Евгений Юрьевич. Другой потеряли 27 минут. Петр Валентинович. Две минуты хотел бы сформулировать правильный вопрос. Подождите, а 41-й год, извините, предупровалось 41-го года, что не это что-то, понимаешь? Я хотела бы вернуться к Николаю Второму. Вот такие негодяи, которые нам говорят про 41-й год, истинные враги России. Это вот либералы. Я тебе... Для чего ты слибералов? Что ты слибералов? У нас, к сожалению, очень мало времени. Я понял. Петр Валентинович, под финал, меньше минуты. Если бы, например, царя не убили, вот пошла история по такому пути, наша история бы развивалась дальше, и вообще у царя была хоть какая-то возможность, малейшая, этого избежать. Минуты у нас. История, во-первых, не знает слагательного наклонения. Я убежден, что в том сложившейся той эпохе, в той эпохе была неизбежна катастрофа. И заслуга государя-императора в том, что он 23 года делал все, чтобы этой катастрофой избежать. И почти вывел Россию из этого положения. Но не может один человек, даже самодержавный монарх, вообще быть один, как в поле войны. Общество сгнило. Элита, часть элиты, очень важная, она предала, отошла от Бога и предала царя. Согласен, в этом я полностью согласен. Понимаете? А я хочу сказать, почему эта тема будируется. Евгений Ильич, к сожалению, совершенно нет. Мы сейчас выйдем из эфира, не успеем попрощаться. У нас сейчас фиганский табор, который называет тебя наместниками этого. Петр Валентинович, спасибо вам большое за участие в дискуссии. Но я хотела завершить нашу программу цитатой из определения Архиерейского собора 1992 года. В страданиях, перенесенных царской семьей, в заточении, скротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине был явлен побеждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти миллионов православных христиан, которые потерпели гонение за Христа в 20 веке. Это была программа «Хроники Царьграда». Увидимся. Спасибо.